Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Сегодня мы с вами поговорим про сорта винограда, которые мы хотели удалить с нашего участка, но в итоге решили оставить. Одним из кандидатов на выбывание был реформ. Да, я во многих видео его хвалю, я во многих видео говорю, что это мой любимый сорт, но тем не менее, над ним однажды стояла угроза топора. Объясняю почему. Во-первых, здесь не самое удачное место, и первые годы он рос достаточно плохо. Но, наконец, когда он стал плодоносить, грозди были неказистые, ягодки были неказистые. Вот смотрите, на солнышке они загорели и выглядели не совсем привлекательно, с моей точки зрения. Тоже первые годы я его съедала, ни о каком вине речи не шло. Вот смотрите, в полном созревании ягодка становится такая с коричневыми точечками, не совсем красивая. Это абсолютно нормально для технических сортов, но на тот момент я особо об этом не знала. При этом продуктивность, производительность куста, две грозди на побег больше он не дает. Конечно, грозди бывают разных размеров, вот эти небольшие. Конечно, бывают и такие грозди покрупнее, где-то грамм 200-250. Но для маленьких участков, по сравнению с той же зилгой, которая выдает грозди, грамм 300, а то и по 400, и 4 грозди на побег. Я понимала, что реформ дает гораздо меньшую продуктивность. При этом, поскольку урожайность у него не самая большая, и очень ранние сроки созревания с другими сортами смешивать его не получалось, и поэтому я думала, что, наверное, нам его нужно убрать. И вот, наконец-таки, настало то время, когда реформ дал тот урожай, который я уже не стала съедать, а поставила из него вино. Но поскольку он самый ранний, то поставила из него вино отдельно. Всего у меня с куста получилось, наверное, порядка 4 литров. И, конечно, самим вином я была приятно удивлена. Несмотря на то, что это белый виноград, я ставила по красному типу. У меня получилось золотистое вино с приятным грушевым ароматом. Именно тогда я смогла по достоинству оценить этот сорт. В прошлом сезоне я попробовала сделать из него шампанское по классическому способу. Получился замечательный результат, и, конечно, реформ остается, но не здесь. Отсюда куст удаляется, а на родительском участке посажены 3 куста реформы, и в следующем году они уже должны будут дать хороший полноценный урожай. Конечно, у него есть небольшие недостатки в виде привлечения оц, небольшой треск во время обильных дождей, но выращивание этого сорта того стоит. Симоне также был кандидатом на удаление. По какой причине? Они несколько похожи с зилгой. Симоне созревает чуть раньше, у него менее плотная грузь, но, тем не менее, по вкусовым качествам, в свежем виде, они несколько похожи. При этом урожайность у симоне также несколько ниже, чем у зилги, а ввиду того, что участок у нас маленький, на тот момент мы еще не собирались расширяться, поэтому было принято решение симоне убрать. Но так сложилось в прошлом сезоне, что я решила симоне поставить в вине отдельно. Обычно я ставлю смесь зилга русский ранний симоне, это моя стандартная смесь. Но в прошлом году сложились условия, и я поставила его отдельно. Была очень приятно удивлена. Несмотря на то, что зилга несколько похожа во вкусовых качествах в свежем виде, вину получается несколько различное. Симоне, хоть имеет довольно светлую мякоть, вине дает очень много красящих веществ. И когда я перебираю зилгу, у меня руки не сильно окрашиваются. Но когда я перебираю симоне и дроблю ягоду, руки окрашиваются просто в черный, и отмыть их достаточно сложно. При этом в вине совершенно нет вот этих изобельных тонов, а присутствует приятный аромат черных ягод. Конечно, там ярко выражены это черная рябина, это ирга, но и есть ароматы каких-то других черных ягод, которые описать достаточно сложно. При этом сорт абсолютно не проблемный, никогда он не загнивается, даже если по какой-то причине, допустим, поврежденная ягодка может где-то загнить, то она, ну, даже не покажу нигде, в этом году такого нету, но сама одна ягодка загнивает, а падает, и это не переходит на всю гроздь. То есть серой гнили не поражается, бывает такая типа белой гнильки, когда точечки беленькие появляются, но это единичные ягоды, которые совершенно не влияют на объем урожая. Также, если кто-то вдруг ягодку надкусил, на этой грозде будет видно, она высыхает, она изюмится и не наносит повреждений на соседние ягодки. При этом замечательно у него всегда созревает лоза, можно сказать, как по часам. Ну, поскольку у нас появился второй участок, то сделана воздушная отводка, я вам показывала, как ее делать, и Симоне поедет на новый участок. Конечно, отсюда мы его убираем, потому что здесь уже сидят другие сорта, которым надо освобождать место. А на новом участке как раз для него это самое место отведено. Русский ранний также у нас был кандидатом на выбывание, но по одной банальной и простой причине. Места мало, а хотелось посадить, может быть, что-то другое. Но на следующий сезон, когда он дал урожай, решение его убрать было отменено. Дело в том, что русский ранний всегда дает стабильный, хороший урожай. Русский ранний всегда набирает хороший сахар. В этом году он сильно отстает. Дело в том, что по весне был очень погрызен мышами. И в большинстве своем пошли побеги из замечающих почек. Поэтому в этом году урожай созревает заметно позже. Обычно к концу августа русский ранний уже готов. Он уже сладкий, он уже вкусный. Сахар порядка 20 брикс набирает, а может и больше. Вот на сегодня, 8 сентября, сахар 20. При том, что он отстает. Я это вижу по прошлому году, по позапрошлому, когда он начинал краситься. Поэтому могу сравнивать сезоны. Помимо банальных преимуществ в виде хорошего набора сахаров и раннего срока созревания, русский ранний замечательно может висеть на кусте, висеть достаточно долго и подождать других ребят, которые созреют и пойдут в вино. Но ягода вкусная. Несмотря на то, что у нас достаточно большое количество столовых сортов с различными вкусами, с различными ароматами, все равно поесть ягоду русского раннего всегда приятно. Ягода у него вкусная, сочная, с легка фруктовым ароматом, чем-то отдаленно напоминающим ананас. И, конечно же, у него всегда стабильная и хорошая урожайность. Я его использую исключительно для вина. Хотя, повторюсь, что пока я, например, все это на вино перебираю, я периодически эти ягоды подъедаю. Хотя у меня очень много столовых сортов с различными вкусами, с различными ароматами. Тем не менее, поесть русский ранний всегда приятно. Ну и, конечно, маститы виноделы могут сказать, что, ну вот зачем большая урожайность для винных сортов, урожайность должна быть маленькая. Все это, конечно, хорошо. Если у нас есть большие участки и много места, где все это посадить. Когда мы сильно ограничены вместе, то именно такие сорта становятся нашими палочками, выручалочками. При этом русский ранний имеет небольшую кислотность, хорошо набирает сахара и станет замечательным помощником, как я его называю, сорт разбавитель в смеси с теми сортами, которые имеют высокую кислотность. И, как я сказала, мысль о том, что может быть его убрать, возникла из-за недостатка места. Тем не менее, даже когда у нас еще не шла речь о расширениях посадок, о расширении наших владений, было принято решение русский ранее оставить. Росвен янтарный, он же жемчуг запорожский. Также была мысль, может быть, его убрать. Но убрать почему? Несколько мы недооценили его вкус. Вкус сладкий, приятный, простой. Но если его долго подержать на кусте, появляются очень приятные фруктовые ноты. При этом со временем наши вкусовые предпочтения тоже меняются. Как бы мы не любили яркие мускаты, со временем эти мускаты приедаются. Такой сорт, как русвен янтарный, не приедется никогда. Он очень сладкий, при этом сладость, это она мягкая и приятная. Совершенно нет приторных тонов. Когда вот бывают некоторые сорта, они перебирают сахар, и тогда уже есть их практически невозможно. Пару ягод съел, и все. Росвен янтарный, как бы долго он не висел, вот эту приторность он не наберет никогда. Ягода всегда будет приятная по вкусу. В наших условиях он может неполно опыляться. Но вот смотрите, вот это неполностью опыленная гроздь. Тем не менее, посмотрите, какие крупные ягоды. И он закладывает до 4 гроздей на побег. То есть, если даже он не очень хорошо опыляется, мы просто можем его не нормировать, а оставить все грозди. Тогда он эту нагрузку прекрасно вытянет, и мы всегда будем с ягодой. А куст не будет перегружен. Для новичков, которые только начинают свой путь виноградарства, такой сорт, я считаю, может стать палочкой-выручалочкой, потому что, ну, опылился, не очень ничего страшного. Все грозди оставили, и будете с урожаем. Кроме того, у Росвена очень ранний срок созревания, где-то в конце августа его уже можно кушать, и при этом он очень долго может висеть на кусте. Он может висеть и месяц, и чуть больше, набирая вкус и ароматы, но при этом не портясь и не становясь приторным. Ну, вот у нас уже тут многие лозы освободились, много урожая срезали, остались, скажем так, последние уже гроздочки. По болезням к нему также нет никаких вопросов. Поэтому, взвесив все положительные стороны данного сорта, мы решили, что ему на нашем участке быть, и он остается на своем месте. Но в завершение хочу сказать, никогда не делайте поспешных выводов о том, либо ином сорте. Виноград растение место. Ему может просто не понравиться, там, где вы его посадили, ему понадобится некоторое время для того, чтобы войти в полную силу. Некоторым сортам, чтобы полностью проявить себя, нужно набрать старую древесину, поэтому хорошие результаты они покажут только через несколько лет, как это было у нас с реформом. Могут и погодные условия сложиться таким образом, что сорт не сможет проявить себя быстро и в полную силу. И, конечно же, ваши приоритеты и ваши предпочтения также могут несколько поменяться, как, например, было у меня Симоне. Я просто не смогла его оценить по достоинству раньше. Однако, теперь я очень рада, что я его не убрала, и он переедет на новое место. Ну, я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку «Еще будет» ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. До новых встреч!